Рассказывать я буду о опыте, который мы имели в Мексике. Он связан с тем, что я встречал в своей профессиональной карьере, когда консультировал моих студентов и руководил ими. И также расскажу на основании тех проблем, с которыми мы сталкивались в моей стране, в том, что касается руководства наукой. На самом деле здесь мы предлагаем не консультации. Я ни в коем случае не хочу предлагать вам каких-то непрошенных советов. Я просто хочу поделиться с вами некоторыми идеями. Может быть, в какой-то степени в мексиканском зеркале вы увидите и какую-то интересную информацию для вас. Я хотел бы представить моих коллег, которые помогали мне, очень поддерживали мою исследовательскую деятельность. Они работали с бюрократической стороной. Благодаря им я получил приглашение, оформил визу. Это кошмар в моей стране, ничуть не меньше, чем в вашей стране. И вот список тех коллег. Анна Жадан только что меня представила. Доктор Галина Бужинская из Петербурга. Александр Цетлин. Он возглавляет Биологическую Беломорскую станцию. И Елизавета Бонч-Осмоловская. Извините, если я неверно произнес ваше имя. Она отвечает за мой приезд сюда в рамках программы Фонда Династии. И также спасибо Инне Башиной, которая переводит мое выступление. Для того, чтобы стать ученым, в интернете вы встретите массу рекомендаций. Рекомендации относительно того, какие исследования вам нужно проводить. А также будут и очень конкретные рекомендации относительно того, как работать с консультантами, со школами, с факультетами, с руководителями и так далее. Обычно мы знаем, что обучение и подготовка ученых может начинаться от базового университетского курса и продолжаться до аспирантских программ, до докторантуры. И мы также знаем, что здесь необходимо будет заниматься и исследованиями. Исследования должны обладать новизной, они должны выражаться в диссертации или в дипломе. И в этот диплом и диссертацию должны входить и интервью, должна также быть и оценка, рецензия работы. А в науке также самое важное еще и иметь публикации. Без публикации невозможно стать ученым. Это тот ряд вещей, которые большинство из нас понимают и так. Это вещи, которые весьма нетрудно выполнить. И в своих собственных институтах вы наверняка каждый день с этим сталкиваетесь. Существует также и ряд очень полезных руководств. Руководств, в которых прописано, как проводить ваши исследования, как ваши результаты превратить в публикуемый материал, документ. И, наконец, рекомендации, которые касаются того, как можно работать с вашими коллегами над рядом задач, которые связаны с редактурой и, в частности, с такими областями, как, скажем, компутационная биология и другими более специализированными направлениями. И сегодня существует более 20 издательств, которые работают с очень практическими вопросами. Многие из них касаются очень практичных руководств, того, как, например, сделать постер, организовать встречу, как провести оценку. И сегодня действительно вся эта информация доступна. Также есть интересные порталы, где можно найти какие-то забавные истории или комиксы, которые связаны с тем, какие проблемы вам будут сопутствовать, когда уже вы решили пойти в аспирантуру и провести кандидатские редукторские исследования. Почему я должен вам что-то рассказать о науке? Хотя наука, как кажется, сейчас и так очень распространена, популярна, и все мы имеем очень четкое представление о том, что, собственно, делает ученый. Ученый проводит научные изыскания, исследования и выступает с публикациями. Дело в том, что в мире сейчас наблюдаются некоторые проблемы. Это проблемы, которые связаны с тем, что молодежь хочет сегодня идти в науку, и они испытывают абсолютно специфический характер проблем. И есть ученые более зрелые, которые хотят продолжать выполнять исследования на серьезном, продвинутом уровне. Здесь я хотел бы рассказать, примером этого слайда, о некоторых ожиданиях, моих ожиданиях того, каким должен быть ученый. Я использовал три картины Бартоломео Мурильон. Вот эта картина у вас представлена в Эрмитаже, а остальные две. Одна представлена в Лувре, а другая в Музее Прадо в Мадриде, где вы, возможно, и видели даже статую, которая стоит прямо перед Музеем Эль Прадо. Это картины, которые можно использовать для того, чтобы метафорически обратиться к трем типам личности, которые так или иначе одновременно или последовательно друг за другом работают внутри мозга и сознания каждого исследователя, ученого. Во-первых, это любопытство и любознательность ребенка. Нам должно хотеться задать вопрос, мы должны радоваться тому, что мы видим природу, что мы наблюдаем за ней, и нам должно хотеться понять, почему все происходит так, как оно происходит. То есть для ученого необходима такая особая любознательность, особое любопытство относительно того, как устроена работа природы. Также необходимо иметь страсть юности, страсть ошеломляющую, благодаря которой человек верит в то, что мир можно изменить, и наша задача именно на это и положить свою жизнь. То есть изменить то, как устроен мир. И, наконец, необходимо иметь спокойствие и умудренный опыт более пожилого человека, потому что это означает, что мы можем определить, какие проблемы наиболее значимы и релевантны для нас сейчас, и ими и заняться. Когда нам удается совместить эти три подхода, тогда, наверное, можно сказать, что наукой мы занимаемся верно, потому что нам удалось объединить в себе три основных возраста человечества. И я думаю, что именно эти три возраста сосуществуют в сознании любого ученого мира. Теперь, о чем я хотел бы рассказать? О взаимосвязи между исследованиями или дипломом, или диссертацией и публикациями, которые с ними связаны. Потому что в Мексике сейчас очень активно идут обсуждения того, что необходимо делать. Например, есть такая вещь, как диплом или диссертация, и это тогда монография. А может быть, с другой стороны, нужна совсем и не монография, а ряд публикаций серьезных статей, которые могли бы быть восприняты как эквивалент диссертации. Далее. Ученый формируется, как мне кажется, гораздо в большей степени, так же, как формируются скульпторы и художники, потому что здесь есть взаимоотношения с миром, которые происходят через имитацию. Мы учимся заниматься наукой, работая с учеными. Это, безусловно, серьезные люди, за которыми можно идти и кому нужно следовать, как, скажем, поваренные книги. Но, с другой стороны, так настоящей наукой заниматься невозможно. Настоящая наука существует на практике, а практика берется из наблюдений. И, наконец, третья часть моего выступления. Она касается академической или научной оценки. В Мексике очень сильное давление со стороны государства. И сегодня в США было разработано большое количество инструментов, которые дают отдельным исследователям, исследовательским группам и даже странам, и могло бы им помочь. Я, на самом деле, выступаю в некоторой оппозиции к этим инструментам оценки. Но, с другой стороны, они очень просты, и они очень широко распространены сегодня в Мексике. Я расскажу вам о том, в чем они выражаются, для того, чтобы вы, по крайней мере, получили представление о том, что происходит. Вообще, история начинается со времен Фрэнсиса Бейкона, по крайней мере, в той части мира, о которой говорю сейчас я. Был некий объем изречений, которыми Фрэнсис Бейкон в наибольшей степени известен. И некоторые представлены здесь. Одно из них гласит, знаете, для того, чтобы иметь возможность предсказать. А когда вы можете что-то предсказывать и предвидеть, вы можете контролировать. Конечно, здесь есть и научная, и социальная значимость такого заявления. Мы знаем, что мы можем, например, предсказывать солнечные затмения. И таким образом помогать осуществлять контроль в таком достаточно широком понимании. И также вы, например, видели бразильский флаг, на котором представлен символ прогресса, который держится на прогнозировании и предвидении. Но самое важное то, что Фрэнсис Бейкон сказал применительно к науке, что знание — это сила. И мы, как кажется, сегодня живем в эпоху знаний, в эпоху, когда мы должны были бы понять очень многое из того, что происходит. И выражение Фрэнсиса Бейкона о том, что знание — сила, может быть, принадлежит даже и не ему. А многие критики считают, что он взял это высказывание из Библии. Далее Рене Декарт тоже вложил свой существенный вклад в своем выступлении о методологии «Дискурс де ла метод». Он говорил о том, как вести научно-исследовательскую деятельность. На самом деле, эту книгу и так можно было бы понять на фоне того времени, когда она была написана. И церковь была тогда очень влиятельна и в науке, и в академии, и на политической арене. Но поэтому книга была опубликована анонимно и только позже приписана Рене Декарту. Это важно, потому что в университетской традиции очень многие университеты вообще возникли из структуры церковной. Потому что, например, Папа считается посланцем, представителем Христа. Это человек неукоримый, человек, который не делает никаких ошибок. И университетская традиция это в своем роде принимала. Однако Декарт сказал совершенно по-другому. Он говорил о том, что необходимо отрицать догмы. Он предлагал некоторые практические рекомендации к тому, как подходить к академическим и научным проблемам. Он говорил, подразделять каждую проблему нужно на части и потом разрешать каждую из частей проблемы отдельно. Далее он рекомендовал двигаться от простого к сложному. А когда вы делаете что-то, что бы то ни было, это могло быть необходимо то, что вы делаете, полностью завершать. То есть соблюдать целостность и завершенность в том, что вы делаете. Это очень важный был для него тезис. И еще очень важно. Он говорил в те времена, что научная деятельность является нашей собственной ответственностью. Мы отвечаем за то, что мы делаем. Мы отвечаем за собственные ошибки. И совершенно не нужно обвинять в этом какой-то злой урок. Или как в Мексике принято обвинять США во всех своих ошибках. Нет. Он говорил о том, что обвинять можно только самих себя. И это очень, как мне кажется, хорошее начало для ведения научно-исследовательской деятельности. Далее. Еще очень важный момент. Связан, по крайней мере, в Мексике с этической стороной. Этика важна в особенности потому, что студенты, учащиеся, становятся очень привлекательной добычей. И мы стремимся использовать студенческие результаты для того, чтобы опубликовать собственные статьи и получить за это какое-то признание. В некоторых институтах даже было легализовано то, что если учащийся уходит после того, как завершает работу на своей степенью, он может опубликовать свои результаты самостоятельно, исключительно по собственным именем. Это так. В этом есть определенная доля сожаления. Но это вопрос сугубо этический. Этический, потому что здесь мы видим противоречие этике и широко распространенной традиции, где часто это не было возможным. Далее, например, еще возникает вопрос того, как мы подготавливаем кадры. Потому что 2000 студентов у нас получает кандидатские докторские степени, PHD, что может быть не настолько много. Но на самом деле только в одном университете, в нашем университете, цифра этих новых докторантов настолько же высока, как и цифры по всей стране, по всей Мексике. Я знаю, что для России, в которой такое количество университетов, эта цифра просто абсолютно ничего не значит. Но цифры я, тем не менее, привожу для того, чтобы показать, что страна действительно очень предана идее рождения и развития новой науки и взращиванию новых ученых. Но при этом занять, трудоустроить мы можем только 10% этих новых ученых. И здесь очень серьезно возникает такое узкое место, потому что без относительно того, как бы великолепны не были результаты, какими талантливыми учеными они могли бы быть, мы реально занять в трудоустройстве можем только 10%. В США существует постдокторантура. Это простое решение, потому что вы не должны нанимать сотрудников, но вы можете использовать их, сотрудничать с ними временно. И при этом ваша лаборатория по-прежнему поддерживает свой высокий статус. Очень многие из этих постдокторантов работают очень активно, потому что они надеются по окончании этих постдокторских исследований все-таки получить какое-то стабильное, серьезное место. Но в результате их профессиональная карьера превращается в постоянное перемещение с одного постдока на другой. В Мексике вышел закон относительно того, что можно теперь нанимать на работу человека, только если свой постдокторантура прошел взяты в другой стране, скажем, англоговорящей стране обязательно. Это, конечно, абсолютно кошмар, но тем не менее это так, и это создало новую категорию проблем. Происходили довольно любопытные вещи. Некоторым могут очень нравиться их собственные результаты, они могут быть вполне удовлетворены. Некоторые более критически относились бы к своим результатам. Я хочу вам показать, что происходит и в сфере результатов. Традиционный путь к PHD, к докторской степени в Мексике, как и в Европе, и в Германии, и во Франции, и в особенности в Испании, выглядело так. Так, если вы помните, было восстание, когда очень многие академики во времена Франко из Испании переселились в Мексику. Это было во время распада республики. И в Чили, и в Аргентине происходили очень похожие вещи. Поэтому возникли связи, связи нашей страны с Испанией, с Европой и с США. Однако история докторантура PHD очень любопытна. Я писал письма некоторым моим коллегам здесь, но прошу прощения, что я не настолько хорошо знаю российский опыт, поэтому, может быть, сравнения мне не очень удадутся. Но вот что хочу сказать. Мы еще со времен Средневековья имели такую традицию. Если вы изучали теологию, права или медицина, вы становились доктором наук. Это означало, что вы можете преподавать. Вы заканчивали эту степень и становились доктором наук. Но тогда стали волноваться об оригинальности исследований, потому что, например, в теологии нужно иметь очень хорошую память и прекрасно помнить постраничные книги, которые вы прочитали, равно как и в праве, и в медицине. И даже если экзамен абсолютно удивительно глуп и совершенно без толков своим насыщением, студент, который знал точно, что написано в такой-то цитате, в такой-то книге, на такой-то странице, уже обеспечивало студенту прекрасные оценки и признания. Однако в Германии, в Берлине, в университете Гомбольта, а университет Гомбольта считается университетом очень хорошим, не знаю, насколько он хорошо сравнивается с МГУ имени Ломоносова, да и в любом случае я не собиралась проводить это сравнение, поэтому это не столь релевантно. Но у них порядка 40 нобелевских премий, и они в 2011 году были в ведущих 132 университетах. Так вот, когда они начали проводить программу, программу свободных искусств, которая включала в себя исследования, оригинальные исследования, которые проводил учащийся, это была не новая инициатива. В 1810 году эта программа была запущена. Наполеон только в Испании, в Мексику, во многих других странах в Мексике, в Латинской Америке. После 300 лет такой доминации ввелись активные инициативы для того, чтобы стать свободной стороной. В 1810 году мы не были свободной стороной. Далее мы сражались с различными врагами для того, чтобы этого достичь. Здесь, вы знаете, у вас была французская армия, поэтому вам такие сражения хорошо известны. Так вот, в 1810 году, когда в Германии запускалась программа докторантура для исследователей, для нас эти темы были еще очень-очень далеко. Через 4-5 лет программа уже функционировала, в то время как в Мексике в 1945 году начали появляться и активные научные публикации, исследования, но PHD как таковой докторантуры не существовал. То есть вы учились на математика, на физика, на экономиста. Материала было достаточно для того, чтобы из него сделать докторскую иммунографию. Но с 1945 года в Мексике появляется такая программа, сопоставимая, например, с программой Гумбольдского университета, с таким огромным разрывом во времени. Как видите, эта программа очень юная. Ну а теперь давайте перейдем к некоторым стереотипам и догмам, потому что, не знаю, хотите ли вы в это поверить, но, безусловно, в научном мире догмы существуют. Когда я беседую с коллегами, они могут, например, сказать, что в докторской диссертации должно быть 150 страниц. Ну, я просто улыбаюсь, потому что это, наверное, все-таки не единственные критерии. Есть критерии и о том, например, насколько они должны быть большими по, скажем, количеству слов. Или по тому, какое количество времени было потрачено на проведение исследований. И, конечно, здесь можно сказать все, что угодно. Но основой является не размер, не количество слов, не время, затраченное в лабораториях на исследования. Основой является качество исследования. Качество исследования действительно фундаментальные критерии, потому что нет взаимосвязи между тем, когда вы делаете свою первую попытку стать биологом, проводите первое исследование, потом учитесь в магистратуре, а потом пишете свою докторскую диссертацию. При этом важно ведь качество. Сейчас это, до недавнего времени, это было таким традиционным путем становления доктором наук. То есть после завершения школы вы учитесь 4 года, вы должны произвести на свет некий диплом. И далее шла магистратура и докторантура. Сейчас пропускается этап магистратуры. Студенты сейчас могут получить стипендии. Это порядка 900 американских долларов в месяц. Это очень хорошие стипендии, которых вполне достаточно для того, чтобы оплатить жизненные расходы. А магистратура по-прежнему существует. И на них стипендии где-то приходится в порядке 700 долларов в месяц. К вопросу денег, стипендий, а также зарплаты, я вернусь еще немножко позже. Так вот, основным вопросом здесь является вот что. Когда мы думаем о количестве слов или о количестве страниц, которые должны быть в докторской диссертации, мы часто забываем о том, в чем роль руководителя. Руководитель участвует, в какой степени он участвует, в какой степени он помогает определить, насколько хорошо поставлена задача. Или происходит это так, как это было в Мехико, скажем, когда у одного научного руководителя 20-25 аспирантов, пишущих диссертацию, и у него просто не может быть времени, как следует, ими руководить. И уж, конечно, у него нет времени, как следует помочь сформулировать им задачу их исследования. Никто, конечно же, не захочет нанимать к себе на работу людей, просто окончивших магистратуру. Нет, для того, чтобы стать ученым, мы должны были бы пройти все этапы этой научной жизни, в которых магистратура играет только срединную роль. Если мы хотим предпринять это огромное усилие, это один путь. И написать докторскую монографию, или же мы хотим написать серьезное количество серьезных статей, которые могли бы приравниваться к диссертации. Эта дискуссия существует уже очень давно. Многие думают из моих коллег, что диссертация имеет весьма существенные преимущества перед, скажем, рядом публикацией. Но я не буду сейчас об этом особенно рассказывать, этот вопрос открыт в Мексико. Но сама история публикаций началась в 1665 году. Вы видите здесь, на слайде этот год. И не так просто забыть год, в котором вышел журнал «Де Саван» в Париже, и философские деяния королевского общества в Лондоне. Самым основным после этих публикаций стал вопрос о том, что наука нуждается в публикациях. Публикация для того, чтобы сообщить свои результаты коллегам. И традиция, как видите, действительно очень велика. Так, например, мы в таксономии весьма серьезно относимся к традиции. И это не потому, что мы так стары. Это потому, что мы просто хотим сохранить традицию. И очень медленно проходил переход к тому, чтобы принимать публикации в формате онлайн. Но сейчас, только сейчас мы начинаем принимать эти публикации. Но теперь давайте перейдем к нескольким сравнениям между диссертацией и публикациями. Давайте следующий слайд. И вот следующий слайд. Это был 1978 год. А там 1968 год. Прочитали? Несколько минут назад, когда мы сделали пропорации, Несколько минут назад, когда мы готовились к моей презентации, я разговаривала с моими более молодыми коллегами. Я веду курс в нашей аспирантской программе по научной коммуникации. И девушка, моя собеседница, очень этому удивилась. Я сказала, что этот курс должен быть обязательным. В научной карьере, в аспирантуре. Это абсолютно необходимо. То есть должен быть настоящий курс, интенсивный или не настолько интенсивный, по научной коммуникации. Этот курс должен быть прикладным, практическим, где вы можете взять собственные результаты и постараться их предложить журналу, научному журналу. Я думаю, что курс этот очень важен. Мы, конечно же, не англоговорящая страна. И если ваша фамилия Саласар, а еще можно сказать Саласар Вальехо, как моя, то тогда абсолютно рецензент, каждый скажет, у вас проблемы с языком. И действительно, для того, чтобы это говорить, документы нужно читать, потому что это действительно не мой родной язык. Но так выглядят сценарии, так выглядят научные сценарии, и с ним надо жить. Мне приходилось несколько лет воздерживаться от публикаций по-английски, и через несколько минут я расскажу более подробно о том, как публикации происходят. Так вот, меня снимали с более высокого уровня на более низкий, потому что мои результаты были не очень понятны. Были бы не очень понятны латиноамериканцам, у латиноамериканцев, как правило, не очень хорошие английские, поэтому результаты представлялись по-испански в национальных журналах. Через некоторое время я смог публиковать по-французски, что прекрасно. Но очень немного народу может читать по-французски. В Мексике говорят по-испански, и проблема языковая здесь сразу возникала. Однако проблема была не в этом. Проблема была в том, что свои результаты надо показывать людям, которые, может быть, более продвинутые, чем вы, а не тем, кто менее продвинут в этом. Именно поэтому я сделал все возможное для того, чтобы большинство моих научных публикаций выходили по-английски. Это действительно существенная проблема. Это была реклама. Эволюция науки и научной деятельности очень сильно связана с социальной перцепцией, восприятием. Когда у вас были цари, а у нас короли, и в Европе были короли, эти властные люди использовали некоторые денежные суммы для того, чтобы ученые могли работать над определенными проектами. То есть были в казне деньги, которые инвестировались в научную работу, потому что эта научная работа приносила престиж королевству, и это было важно. А очень быстро они обнаружили, что в этом есть и существенные преимущества, потому что можно разработать гораздо лучшую инженерию, улучшить качество медицины, медицинских препаратов и так далее. В те времена наука вполне процветала. Однако времена изменились, и сейчас основным двигателем науки является государство. И все стало гораздо сложнее. Почему? Потому что большинство стран должны зависеть от иностранного финансирования. И это кошмар, настоящий ужас. Мы сейчас считаем, что это действительно абсолютно глупое положение вещей, но ничего не сделаешь. Мы, как федеральные или государственные бюрократы, зависим от федеральных или государственных или региональных бюджетов. Уже лет 40 в Мексике мы переживаем проблематику, с которой сейчас столкнулись Греция и Испания. У нас существует федеральное бюджетное ограничение, и все меньше денег становится возможно потратить на здравоохранение, на образование и так далее. Эта тенденция очень негативная, и она все более активно прогрессирует. И в этой ситуации, в этих странах все более сложно становится заниматься наукой. И, к сожалению, эти условия все обширнее распространяются. Социальное признание для людей искусства и людей науки работает очень по-разному. Леонард Коэн, поэт, нобелевский лауреат в 2011 году, сказал, что поэзия просто к вам приходит. Поэзия приходит также ко мне. Для меня поэзия настолько проста, она просто дается мне в руки, и поэтому я не должен получать за нее никакую награду вознеграждения. В науке совсем по-другому. Работать приходится очень много. Вы должны получать рецензию ваших коллег. Коллеги не всегда доброжелательны. Коллеги могут быть очень строги. Коллеги могут двигаться исключительно медленно в своем прочтении. И ваше развитие в науке, скорее всего, будет оказывать влияние на ваш уровень доходов. Это серьезная проблема. И надо сказать, что мы очень плохо умеем рекламировать, популяризировать наши собственные результаты. Есть люди, которые понятнее имеют о том, что такое наука. И, безусловно, должна быть социальная поддержка научной деятельности. Но новости у меня для вас плохие. Большинство людей совершенно удивительно невежественны. Я не говорю о США, потому что там 65% искренне верят в то, что существует дьявол. Или, например, скажем, люди простых специальностей, скажем, строители могут не знать совершенно банальных истин. В Мексике очень высокий уровень бедности, достаточно сильная социальная помощь, но при этом науке помощи особенно не оказывается. Нам нужно стремиться изменить сознание и восприятие на уровне страны. И я надеюсь, что вот эту идею мне удастся вам передать поточнее и дальше в моей презентации. Наши взаимоотношения с молодежью переносятся от нашего традиционного образования к современности, от образования, в котором мы заставляли просто учить наизусть и пересказывать к миру сегодняшнему, когда им приходится сталкиваться с проблемой и действительно думать абсолютно независимо. Им приходится создавать планы, им приходится принимать решения о том, что более релевантно. Им действительно приходится думать самим, что оказывается очень трудным, потому что, когда они учились, такой подготовки у них не было. Они учились брать цитаты и копировать их, они учились повторять, выучивать наизусть. Они хорошо умеют пользоваться компьютером, они умеют, например, делать, копировать и вставить на компьютере. Но думать, например, они не обязательно умеют. И это очень существенная проблема сегодня. Мы не можем научить людей думать, если мы не поделимся тем знанием, которое имеем мы сами, если мы не расскажем о том, что трудно, что может быть трудно, если мы не расскажем о том, как нам удалось добиться некоторого успеха в работе с нашими проблемами. Вот почему доктор Монгомери думает, что научная подготовка, пожалуй, наиболее близка к тому, чем занимаются художники или скульпторы. Они учатся работая с мастером, они учатся как подмастерье, и эти отношения очень важны. Но в науке все по-другому. В науке есть научные руководители, есть аспиранты, нам важна иерархия. Мы считаем, что есть молодежь, которая, может быть, и достаточно способная, но бесконечно глупа, и мы не признаем умения и способности молодежи. А если мы признаем эти умения и способности, это будет означать, что мы признаем их как потенциальных коллег. Но тогда мы должны будем признать, что да, они потенциально наши коллеги, но они молоды, как мы можем это признать? Но ведь молодость – это временное заболевание, и они должны работать над очень конкретными программами. И если они будут работать серьезно с нашим полным доверением, то уже через шесть месяцев, вполне возможно, они перегонят даже нас. Почему? Потому что они знают проблему, они знают задачу, они варятся в этом кругу, и они очень скоро выйдут на передовую. Но дело в том, что мы должны двигать их в верном направлении, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно. Почему? Потому что эта модель сама себя повторяет. Если мы будем заниматься с ними так, то и они будут заниматься со своими дальнейшими студентами так. Если мы просто пнем их ногой, когда они пытаются с нами поговорить, то они в будущем пнут ногой своих собственных студентов, слушателей, за то, что им просто задали неуместный, казалось бы, по возрасту и несуевременный вопрос. Значит, нам надо продумать новый подход. Ну а теперь давайте вернемся к естественным наукам. Как я рассказывал вам несколько минут назад, нам необходимо научиться о себе рассказывать. Нам нужно рассказывать, скажем, пошагово о том, что мы делаем, а не сразу обо всем. Мы можем быть самыми знающими и опытными людьми в работе по конкретной теме, с конкретной технологией, с конкретным оборудованием. Мы действительно можем быть номер один в этом кругу. Это прекрасно. И человеку очень важно выйти в точку этой зоны комфорта. То есть, когда человек ощущает, что он действительно лидер, чемпион, что все его слушают, его мнение важно, он расцветает, почивает на лаврах, и дальше начинает просто на них почивать с большим удовольствием уже до конца, тиражируя собственные достижения до бесконечности. И так может пройти вся научная жизнь. На самом деле, это может быть даже весьма продуктивным подходом. Но является ли он творческим? Сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что я думаю, что нам необходимо избежать ситуации, о которой однажды один известный астрофизик сказал так. Если вы хотите действовать как сейчас, ничего не изменится. Необходимо менять ваши научные темы, круг научных интересов каждые 5-10 лет, потому что это дает вам новый вызов, это дает вам новую мотивацию. Вы будете думать по-новому и в разных направлениях. Очень важно не оказываться внутри одной и той же группы, коллектива и не заниматься одной и той же темой всю свою жизнь, потому что это подход не критический. На самом деле в этом нет ничего нехорошего, негативного априори. Можно вполне оставаться в своей теме и всю жизнь ею же и заниматься. Но дело в том, что как только вы становитесь таким неоспоримым авторитетом в вашей теме, вы становитесь настоящим препятствием для науки, потому что вы думаете, что вы знаете уже абсолютно все, и вы начинаете верить искренне в том, что все, кто работает в вашем поле, должны обязательно внедрять все ваши идеи, которыми щедро делились научным миром последние 15, 20, 25, 40 лет. Это достаточно негативный подход. И именно этим я хотела с вами поделиться. В чем же тогда заключается суть творчества подхода? Мне нравятся особенно вот такие компоненты, хотя для себя вы можете определить их много. Понизить собственный уровень тревожности, разрабатывать все большее количество и более качественных вопросов, пробовать новые подходы, постараться понять, от чего вы получаете больше удовольствия. избегать извинений, не просить прощения, делать что-нибудь, наконец. Мне особенно нравится номер один. Один – это понизить свой собственный уровень тревожности. И вы знаете, в моей стране всегда все жалуются на свою зарплату. Всегда. Это роднит нас. И с Франции, и с Германией, и с Великобританией. Это абсолютно одинаково во всем мире. Если мы недовольны своей нынешней ситуацией, это серьезная проблема. Почему? Потому что мы будем тревожиться и дальше будем тревожиться о том, что будет с нами в будущем. Это будет определять тревожность по отношению к нашим профессиональным размышлениям. И если эта тревожность возникает из тематики зарплатной, что достаточно частая проблема, тогда что-то нужно сделать для того, чтобы эту проблему решить. И я расскажу вам, что мы сделали в прошлом, когда мы дошли до научной оценки. Однако, вот рекомендация еще одна от известных людей. Первое. Любой ученый без относительного своего возраста, который хочет сделать действительно важные открытия, должен заниматься важными проблемами. Проблема должна быть такой, чтобы ее решение было важным, релевантным для науки в целом или для человечества. Мы знаем еще с 70-х годов из книги «Научная революция» Томаса Кона о том, что научные достижения проходят через ряд очень похожих результатов. Это ряд похожих результатов от разных ученых. И вдруг, наконец, обнаруживается внезапное открытие, которое и дает рывок. Мы движемся в мире ортодоксальном, где труды похожи, результаты очень похожи, в разных условиях и при разных данных результаты получаются очень сходными. И вдруг возникает кто-то, кто достаточно молод для того, чтобы попробовать новый подход, кто смог получить другие результаты. И теперь он оказался в так называемой гетеродоксальной среде. Необходимо знать, что принято. Этот человек знает, что принято, и пытается опубликовать свои результаты. И проблема с разностью результатов всегда важна. Очень трудно опубликовать данные по таким как бы аномалиям. Но иногда людям удается опубликовать эти новые открытия. И здесь иногда и скрываются открытия, прорывы настоящие. Далее, следующий шаг обозначается очень активным отторжением. Отторжение выражается в том, что абсолютно никто не верит в новообъявленную истину. Но дальше со временем возрастает принятие идей. И, наконец, возникает кто-то, кто обнаруживает, что кто-то до этого уже писал что-то похожее. Иногда даже греки. И тогда раздается голос. Слушайте, ребята, так в Греции давным-давно уже говорили об этом, эту идею даже написали. Похоже на то, что мы вышли в замкнутый круг. Однако, если вы никогда не осмелитесь подойти к науке по-другому, то и результатов других отличных прорывных вы никогда не получите. Дунбер говорил о том, что для того, чтобы продвигать творческое мышление, необходимо использовать некоторые инструменты. Первое – это аналогия. Второе – это быть готовым к неожиданным результатам. И это не связано с бюрократными делами. В том, что бюрократы, собственно, нацелены на то, чтобы предсказывать и ожидать результатов. Они хотят записать список потенциальных результатов в нашем предложении, а дальше оценят, насколько хороши результаты и насколько они совпадают с их списком. Однако мы понятия не имеем о том, насколько наше научное приключение действительно соотнесется с чьими-то ожидаемыми результатами. Однако, если мы не готовы к таким неожиданным результатам, то и мир изменить мы не сможем. И, наконец, мы должны просматривать нашу задачу, нашу проблему с очень разных точек зрения, с точки зрения, когда все переворачивается с ног на голову, то есть, например, позитивное мы можем рассматривать как негативное и так далее. Вообще, сам я заканчивал, имею долгую степень по философии, поэтому не буду очень долго сейчас об этом рассказывать, но есть оппозиция оппозиции, есть такие логические пути получения, извлечения новых идей. Так вот, аналогия. Вы не ищете нового общего объяснения или общей тенденции. Вы ищете того, что является ответвлением, что является частностью. Вы стараетесь объединить связь между различными результатами на различными областями. Вот, по сути, то, что означает термин «аналогия». И другая вещь, в которой необходимо преуспеть самим и научить наших студентов, наших слушателей, это критическое мышление. Критическое мышление необходимо для того, чтобы мыслить избирательно, чтобы понимать, что мы хотим включить в исследование, и как мы будем получать результаты. И нам нужно уметь понять, где прикладная ценность и новизна нашей работы. При этом надо стремиться быть максимально автономными. Это не означает полной изоляции, максимальной изоляции. Такая изоляция может быть только отрицательной. Но автономия означает, что вы смогли бы контролировать некоторую деятельность, в которой вы участвуете. Так, например, если вы хотите мыслить критически, вам необходимо обладать знаниями, но знаниями не только о распространенных идеях, но и пониманием того, что происходит, но также вам необходимо работать и на метакогнитивном уровне, то есть определять паттерны, определяют модели и находить, идентифицировать те различия, которые раньше никто не обнаруживал. Это то, как можно подойти к задаче. Это то, как можно порекомендовать учить наших более юных слушателей. Это то, как мы, как наставники, могли бы показать нашим студентам, как работать в мире, в котором они сегодня существуют. Далее. В отношении трудностей или простоты и интереса тут есть две тенденции. Бывают проблемы простые и более-менее релевантные. И можно найти что-то, что достаточно релевантное, и при этом достаточно просто для того, чтобы наши слушатели могли завершить работу своевременно. То есть нужно установить правильную корреляцию между трудностью или простотой и релевантностью, значимостью. И научное развитие должно опираться на то, что тема проблем должна быть заявлена значимой. Но, например, для тех, кто пишет свои постдоки или кандидатские диссертации, нам надо выработать и найти такую тему, которая при этом будет для них комфортна, которая не демотивирует их своей непостижимостью. Потому что на этом этапе они еще учатся быть учеными. И, наконец, следующая тема, это то, что очень сильно связано с бюрократией. Бюрократы обычно предполагают, что наши результаты напрямую проследуют из точки А в точку Б. Они говорят нам о том, как наши результаты должны четко двигаться к победному концу, в то время как мы в реальности понятия не имеем, как и что у нас сложится. И мы можем ожидать интересных исследований, результатов наших собственных исследований, а можем их и не увидеть. И это то, как бюрократия воспринимает наше развитие. Это то, что нам необходимо изменять. Далее. В том, что касается ПЛАС, то есть рекомендации молодым исследователям от зрелых исследований. Это те рекомендации, которые касаются того, как наиболее успешно вести исследования. Первое. Забыть о скромности. Подготовьте ваше сознание. Возраст важен. Вам потребуется дерзость, смелость. Пятое. Условие работы. Шестое. Работать активно, с отдачей и эффективно. Седьмое. Верить в свою гипотезу и в то же время в ней сомневаться. Восьмое. Важность задачи. Девятое. Быть преданным задачи. Десятое. Открыть собственные двери. Ну, а теперь можно перейти к научной оценке. Научная оценка в Мексике связана с рядом мероприятий. Они назначаются. Проходит оценка каждый год, каждые три года для дальнейшего продвижения. В период каждые 4-5 лет проходит оценка для стипендий, оценка, которую ведет национальная исследовательская система и так далее. И все время нас кто-то оценивает. Иногда они проходят быстро, эти оценки, и тогда не проблема. От нее можно избавиться и скинуть ее с плеч достаточно быстро. А иногда месяцы вы будете отдавать на то, чтобы подготовить статью или документы для этой проверки. Необходимо иметь для такой оценки достаточно большое количество случаев упоминания вашей статьи в качестве доказательства ее ценности, релевантности и своевременности. Я очень рекомендую вам посмотреть на эту статью. Здесь совершенно просто все прочитать. Это ссылка, извините, не статья. Вы можете ввести эти данные. Это только в Гугле можно сделать. Вы вводите вот этот линк, эту ссылку, и получаете информацию о упоминании вашей статьи, ваших исследований, где и когда это было. Вы можете. Это работает только в программе Google Scholar, больше нигде. И на самом деле, эта информация всегда очень поучительна. Это небольшое такое программное обеспечение, которое вы получаете на этой ссылке. И вы получаете ряд индексов по вашей собственной работе. Вот то, что вы слышали, что вы знаете, что вам будет необходимо в том, что касается вашей научной значимости. Но для национальной государственной исследовательской системы в Мексике наибольшей степени важны публикации, и в особенности публикации в серии IC Thompson. То есть не в мексиканских и латиноамериканских журналах. Они вообще не имеют никакого фактора влияния, никакого индекса. А именно в этих правильных международных журналах. Эти факторы влияния и количество ссылок на вашу статью – это то, что, мне кажется, используется достаточно некачественно, спустя рукава, потому что наши бюрократы понятия не имеют о том, как эти данные возникают, кто их генерирует, и в чем их реальная ценность. Фактор влияния, как вы, наверное, уже и так знаете, это соотношение между количеством статей, которые были опубликованы в двух предыдущих годах, и количеством ссылок на эту статью, которые журнал этот получил в течение двух лет. И этот фактор влияния может быть до единицы, а может быть до 37-38, как, например, в таких журналах, как The Cell или Science. Там действительно публикация имеет огромный вес, но рассчитывается вес пропорционально общему объему количеству публикаций. Я работаю по таксономии. На самом деле таксономов очень немного. И вообще я говорю сейчас не по этой теме. Так вот, таксономов, например, меньше, чем экологов, и меньше, скажем, чем многих других ученых. Поэтому количество цитат, количество ссылок, и вот этот фактор воздействия, на самом деле, очень связан с количеством людей в этом научном сообществе. А тех, кто занимается таксономией, меньше, например, чем в другом сообществе. Значит, и фактор окажется меньше из-за количества людей. За последние 100 лет, можно посмотреть публикации, которые вышли, статьи, и вы увидите, что 50 из них вообще нигде не указываются, несмотря на то, что на них ушло огромное количество времени и работаем. Только половина процентов имеет большее количество ссылок, чем 200 раз. Эта система была разработана для библиотек. И тут основная тогда тема может быть в том, чтобы порекомендовать библиотекарям, какие журналы покупать, а какие нет, какие являются наиболее цитируемыми. Но цифра сама по себе, конечно, очень соблазнительная. Хорошо, а почему тогда не использовать, сказали, такую систему расчета и в научных институтах? Этим руководят США. Да, это система, которая оттуда взялась и сейчас ведется по всей Мексико. Так вот, Юджин Керфельд, который возглавил и создал Институт научной информации, сказал, что эта система нужна не для оценки людей, но используются эти системы именно для оценки людей. Здесь можно провести сравнительные сопоставления. Например, IC Thompsons против Google Scholar. Вы увидите, что Google Scholar дает значительно лучшие результаты. Вы можете по Google Scholar провести исследование о том, какое количество раз ссылается на вас. Фактор влияния очень сильно изменяется в зависимости от дисциплины и в зависимости от численности данного научного сообщества. Мне вот очень нравится эта диаграмма. Математика и компьютерные сайенсы. Очень долгое время вообще объединяли максиматику программирования. Посмотрите, например, что здесь количество ученых. Вот это вот отличается в пять раз. Если мы примем то, что фактор влияния в журналах является указанием на качество исследований или на качество исследователей, тогда можно предположить, что в 1998 году цифра выглядела вот так, и что количество математиков, где в среде математиков было наименьшее количество действительно хороших ученых. Эти цифры, как вы понимаете, имеют очень большой соблазн, используются совершенно неверно. Ссылки на тех, кто занимается таксономией, были очень редки. И опять-таки статистика была очень сильно искажена в интерпретациях. В таксономии публикуются, например, статьи, где может быть 200 соавторов. Есть одна публикация с огромной, есть публикации количества авторов, которых превышают это число. И цифры эти постоянно растут. Существуют, например, такие журналы, специализированные, как письма физики, или океанологии, или морской биологии, биологии моря. И, например, скажем, это журналы, в которых количество ссылок будет все увеличиваться. Но полные статьи занимают достаточно много времени у рецензентов, потому что их нужно прочитать, их нужно осмыслить. И, соответственно, за это время, очень долгое время, не выходит ссылок на авторов этих статей и на эти статьи. Соответственно, здесь есть три критерия, которые являются очень соблазнительными. Первое – это дисциплина, то есть сфера научного знания, где вы работаете. Далее – количество, относительное количество людей, которые работают в данной области. И третье – это тип публикации, потому что к публикациям разного типа относятся при интерпретации одинаково или очень сходно. Далее в Мексике был период перехода. До 80-х годов мы были счастливыми людьми, занимались себе исследованиями, не волновались о том, что в год мы должны выпускать, например, одну статью, не меньше. Ну, а теперь, после середины 80-х годов, когда возникла система, национальная система исследований, ситуация очень сильно изменилась. И теперь мы от счастья и радости перешли к причине для настоящего горя. Почему? В 80-х годах в Мексике инфляция была 1500. Я совершенно не преувеличиваю. Это была слишком огромная цифра. И поэтому люди начали уезжать, убегать из Мексики. Те, кто жили в Мексике, покидали страну, а те, кто мог, получали свои степени в Европе и в США и уже точно не собирались в Мексику, возвращались. У нас был очень серьезный кризис, потому что зарплаты просто резко упали. Ну, можете представить с такой инфляцией, что было с зарплатами. В нашей Академии наук в Мексике это очень почетный орган, это коллектив избранных, у которых на самом деле даже нет зарплаты. То есть они как члены Академии наук не получают зарплату. Выступили с предложением об изменении программ обучающих, потому что испугались, что наука просто развалится в Мексике совсем. И было предложение о том, чтобы вдвое увеличить зарплаты ученым, то есть удвоить зарплаты всем преподавателям вузов и ученым. У государства был ответ, у нас же просто не осталось денег, у нас вообще денег не осталось. Но предложите какую-нибудь избранную группу людей, и этой избранной группой людей мы выдадим больше денег. Была принята такая чрезвычайная мера, и национальная система исследований была создана в 1984 году. Было предложено, что будет состоять новшество в четырех уровнях от тысячи к полутора тысячам, до полутора тысяч долларов. Вы бы получали к вашей зарплате, и они не облагались налогами. Новости были очень симпатичные, и, конечно, ученые стали активно изыскивать возможности публиковать свои статьи, потому что они хотели стать этой системой частью. Однако подход выглядел вот как. Давайте сначала решим проблему зарплаты. Этот подход был уверен, и эта система, национальная система исследований, была тогда предложена как чрезвычайная мера, и тогда она сработала. Мы сейчас по-прежнему к ней обращаемся именно в этом ее статусе. В то время вы могли иметь только диплом в биологии, в физике, в любой другой науке, и иметь публикацию в международном журнале. Но мне в 1985 году, например, могло быть только два года, скажем, и все бы у меня получилось довольно легко, потому что это была как дополнительная зарплата, не облагаемая налогом. Проблема, однако, была в том, что чем обостреннее была конкуренция, тем более жестко государство задирало барьер. И сейчас есть требование о том, чтобы была степень. Когда я, например, вошел в науку, достаточно было иметь магистрскую степень. Сейчас требуется уже PHD, кандидатская степень. Далее, ранее было необходимо иметь только некоторые публикации. Сейчас нужно иметь публикации в журналах с высоким фактором влияния. И дальше, для того, чтобы продвигать различные категории, количество ссылок на вашу статью абсолютно принципиально. Вот так оценка происходит в Мексике. Стану ли от этого мексиканская наука лучше? Ну, кто-то говорит, что да, кто-то говорит нет. В течение последних 12 лет эта группа представителей научного сообщества перешли от зарплаты 6 тысяч к зарплате 10 тысяч или даже 18 тысяч. Но основной научный результат – это 0,7 статьи на исследователя в год. В 2011 году у нас было опубликовано в журналах IC Thompson 1600 статей, и в системе всего где-то 1800 статей. Таким образом, мы получаем очень небольшую цифру. То есть всего где-то одна статья в год, а это очень мало. Мне кажется, что это очень отрицательная цифра, потому что во Франции, например, есть ли момент тому, чтобы, если вы работаете в университете, у вас была публикация, где вы первый автор или единственный автор. И есть требования к тому, сколько статьи у вас должно быть, когда вы единственный автор или один из двух авторов, второй из двух авторов, если вы работаете в исследовательском центре или в аналоге НИИ. То есть оказывается, что несмотря на то количество денег, которые были направлены в эту область, ситуация мало изменилась. Вернуться ли нам с вами к этике? Давайте мы посмотрим вот на эти рекомендации. В особенности на экологическое общество этики. Здесь рекомендуется очень серьезная вещь. И мне кажется, что это очень важно в том, как мы руководим публикациями, как мы относимся к результатам, показанным другими учеными. Избегать плагиата. Результаты нельзя фальсифицировать, подделать или подавлять. Понятно, что вопросы этики возникают, когда люди хотят использовать свою власть всякими разными способами. Этические комитеты были внедрены, кстати, во многих институтах. Вот ряд рекомендаций по этике. Это очень важные вещи. И я хочу еще раз о них сказать, применительно к Мексике, потому что, поскольку возникло давление, стали заставлять публиковать свои исследования ученых, и чтобы публикаций было как можно больше, люди начали либо разбивать свои результаты на большее количество статей, и тогда возникали такие очень фрагментарные публикации, недостаточно. Иногда люди занимались плагиатом, но иногда возникал, конечно, конкретный интерес, что очень часто. Вот мои рекомендации, я уже почти закончил. Это рекомендации по тому, как укрепить свой академический профиль. И мы стараемся произвести с нашими студентами, слушателями серьезные большие монографии. А потом из этой монографии делаем одну статью. И такое ощущение, что у людей вышла только одна статья. В то время как работы легло колоссальное количество времени, результатов там даже очень много. То есть мы сейчас стараемся все яйца не складывать в одну корзину. Также нужно принять решение о собственных результатах. Будете ли вы в одном документе использовать одну проблему или ряд проблем? Будете ли вы давать один ответ или ряд ответов? Но тут, конечно, нужно помнить, что было требование к тому, чтобы документы были как можно более обширными и цельными. Я знаю, что вы устали, поэтому вот это просто для того, чтобы укрепить вашу научную репутацию. И, в частности, это рекомендации, которые относятся и к конкуренции в более технических областях биологии, например. Думайте перед тем, как что-то делать. Принимайте критику, не игнорируйте людей. Серьезно относитесь к публикации. Заявляйте о конфликте интересов. Делайте, вносите свой вклад в жизнь сообщества. Избегайте задач, которых вы не можете завершить. Зачитать нам не дали. И вот последний слайд. У меня было интервью с местными журналистами, и один из вопросов звучал так. Если я думаю, что... Вопрос звучал так. Думаю ли я, что необходимо продвигать науку в России? Думаю ли я, что необходимо вести большее количество работы с молодежью? Да, конечно, я так думаю. Но подумайте, что, например, я и мой институт очень молоды. Вот мне, кстати, 57 лет. Я понимаю, что я выгляжу на 28. Но я один из самых молодых ученых в моем институте. И я, в общем, староват. И нет сегодня никаких возможностей нанимать молодых людей на работу. И поэтому, конечно же, для России, для Мексики необходимо большее количество ученых. Но как туда попасть? Как попасть в науку? Как привлечь большее количество молодежи? Все зависит от наших организаций, от нашего отношения. Дело в том, что это важно для нас, как для нации. Это важно для исследований. И имейте в виду, что государство науку не любит. Вообще никакое государство, никакую науку. Мексика не любит науку. И 1% ВВП необходимо инвестировать в науку. Так было заявлено. Но только 0,56% было реально инвестировано. И свою работу они не выполняют. Не выполняют. Почему? Потому что мы свою работу не выполняем так, как надо. Вот давайте мы об этом задумаемся. Значит, нам надо лучше организоваться. Нам надо изменить эту ситуацию. И я говорю сейчас с моими мексиканскими коллегами. Не с вами. И также я хочу привести вот эту картину. Одна из них из Эрмитажа, другая из Русского музея. Оба мне очень нравятся. Подумайте о том, что ваша наука, ваши слушатели, ваши аспиранты, студенты действительно зависят только от вас. Думайте о них, как о ваших студентах. Наука является вашим детищем. И именно такое восприятие даст вам понимание того, каким может быть ее более светлое будущее. Это действительно единственное и последнее, что я хотел сказать. Большое спасибо. Я думал о том, чтобы поехать в какую-нибудь латиноамериканскую страну, может быть, преподавать или заняться исследованиями. Но испанский у меня прямо совсем плохо. Могу ли я получить там работу, скажем, года на два? Работать над каким-нибудь исследовательским проектом по-английски? В Мексике есть замечательная программа, в рамках которой приглашаются иностранные ученые к тому, чтобы работать в Мексике. Это, может быть, приглашение, скажем, на один год, недолго. И эти позиции открываются каждый год. Вам понадобится контакт в Мексике. Этот контакт должен быть членом национальной исследовательской системы. И также он должен проводить текущий актуальный исследовательский проект. Вот три требования, и с их учетом вы отправляете свои документы, и они проходят конкурс. Конкурс открыт. Дальше вы получаете результаты. Зависеть результаты будут и от вашего партнера, и от вашего собственного научного успеха. Это то, что мы делаем. Это нужно для того, чтобы кратко, срочно помочь нашим коллегам. Я говорил с коллегой здесь в прошлом году. Мы приглашали заявки на 20 позиций. И 250 документов мы получили. 250 заявок мы получили от разных самых коллег. В основном из Мексики и стран Лазинской Америки. Это в основном оттуда были ученые. Они пытались получить эти позиции. Но также были следователи из Германии, Франции и Англии. Поэтому существует огромное количество разных опций и в других странах. Но я просто не могу вам рассказать более точно, потому что я просто не знаю. Но уверена, что подход очень похож. И если бы, например, был кто-то здесь, кто мечтал бы поехать в Мексику, например, знаете, пить текилу, есть токус. Ну, я не говорила ничего этого. Это был не мой голос. Поехать и заниматься там наукой. Так вот, в Мексике существует система стипендий. И иностранцы в ней тоже могут участвовать. Вы можете, например, стараться получить стипендию уровня докторского, кандидатского, магистратуры на три года, например. Стипендия была бы очень симпатичная. Мы не оплачиваем перелет, не оплачиваем участие дополнительных людей. То есть у нас одна стипендия на одного человека. Но все равно это вещь очень хорошая. И сегодня страны как бы конкурируют сами с собой, потому что международные студенты – это хорошо. Это хорошо для страны. Такие опции сегодня тоже существуют. Я не знаю, насколько я ответила на вопрос. Я хотел просто спросить, а преподавать, например, я бы смог на английском? То есть мне бы не хотелось быть отделенным от всех остальных, как такая единственная единая клетка, и сидеть и заниматься моей собственной работой, и не более. Могу ли я преподавать в США две границы с Канадой? Там очень мало народа живет, и очень мало проблем. И с Мексикой. А вот у нас порядка 15 миллионов человек живет в США. Поэтому не проблема преподавать по-английски в Мексике, потому что наши аспирантские программы о своем обязательном требовании имеют знания английского от 450 до 500 очков баллов в TOEFL должны получить наши аспиранты для того, чтобы работать в этой системе. Мы не можем научить людей английскому. Эти люди должны иметь возможность публиковаться в международных журналах. Поэтому английский они знают. И очень легко научиться говорить тако, сервеса, текила. Несколько лет назад произошел разлив нефти в Мексиканском заливе. Можно кивок, чтобы мы поняли, что мы об одном и том же говорим. Это большая трагедия, когда огромное количество нефти вылилось. И вопрос, была ли эта ужасная ситуация как-то использована, чтобы сделать исследование, как такая ситуация влияет на океан, на природу. И были ли какие-то исследования, вызванные вот этой ситуацией, как ее побороть. Потому что о никаких исследованиях, связанных с этой трагедией, мы, к сожалению, не слышали. И также мы слышали только о проблеме у людей, которые жили в этом регионе. Это называлось, по-моему, «голубая чума» или как-то в этом рдухе. И также о судьбе этих людей мы ничего не знаем. Удалось им помочь или это, опять же, только слухи, и никаких серьезных последствий для здоровья местных жителей не было. Что-то об этом вы можете сказать? Спасибо. Я просто уточню, что я понял ваш вопрос. Вы говорите о огромном разливе нефти в 78-м году. Да, это была катастрофа на большой глубине. И наши коллеги в исследовательском институте на севере Мексики изучали эту трагедию. Я только что завершил работу в качестве внешнего специалиста по оценке по этим исследованиям. Но загрязнение не дошло до Мексики. Загрязнение шло к северной части США. Большая его часть была тяжелой компонентой, и там и осталась. А другая часть рассеялась или химически, или другими путями. Но мексиканцы, нет, не ведут в общем исследовании в этой проблеме. Однако наш коллега, чем Лейк, коллега Наташа, они и мой, мы все работаем вместе. И есть у нас коллега, который ведет большую программу по мониторингу, очень масштабную, но публикации действительно не было никаких. Вы правы. Ответил я вам на вопрос? Вот те слухи, которые есть в России, потому что я не знаю знакомых из Мексики о людях, у которых были проблемы со здоровьем, вызванных этой ситуацией, какие-то необъяснимые проблемы со здоровьем, это только слухи, это не правда. Я думаю, что была какая-то дополнительная программа с загрязнениями в наших прибрежных зонах. У нас есть хронические проблемы, потому что использование нефти в основном приходится на мексиканскую часть залива, это побережье Кампуччи. И в основном это связано с проблемами в трубопроводах, и бывают действительно существенные воздействия не очень значительных катастроф в этом районе. Например, это может касаться тех областей, где существует устойчивое рыболовство. И было принято решение государством о том, чтобы платить людям, которые задействованы в рыбной ловле, для того, чтобы они продолжали свое ремесло в других местах и продолжали работать. И на самом деле, когда компания является частью государства, а у нас это случается часто, не очень просто такую деятельность регулировать. То есть компании-государства предпочли такой компенсирующий подход для того, чтобы заплатить тем, на кого это повлияло, для того, чтобы заплатить тем, на кого пришлась эта трагедия около границ, для того, чтобы они могли восстановить свой труд в других местах. Спасибо большое еще раз за доклад. Расскажите поподробнее, если вы поймете вопрос, об отчетности перед государством за те деньги, которые получают ученые. Кроме статей, существует еще какая-то форма отчетности или количество публикаций – самый главный, единственный фактор работы? Как оценивается работа научной группы? Бюрократы разработали церковь. Целый ряд механизмов для того, чтобы нас оценивать. Я, собственно, об этом говорил, может быть, просто слишком быстро. Мы должны отчитываться каждый год, каждый год за наши собственные институты, организации, каждые три года, если мы хотим двигаться дальше профессионально по карьерной иерархии, и если мы хотим остаться в своей должности, в своей позиции, потому что в наших институтах наши позиции не являются постоянными, что является трагедией. Верно то, что критической ситуации и нет, но при этом над вами все время висит домоклов меч, и ваши результаты смотрят, видят, и вы можете либо получить дальнейшее продвижение, либо вам скажут что-нибудь такое не очень приятное, либо кончайте пить, начинайте больше работать, либо что-то еще. Вот такого рода рекомендации бывают, и после такой рекомендации вам дают три года, такой моратории своего рода, и в эти три года ожидается, чтобы существенно улучшить свои результаты. Нам всегда кажется, что от нас просто откажутся. Нам всегда кажется, что мы окажемся вне системы. Но поскольку наш закон таков, что вам должны платить по выслуге лет, по количеству лет, которые вы проработали, то это означает, что должно быть такое экономическое решение, например, поменять вам статус исследователя на техника, на лаборанта, что, в общем, не особенно негативно, потому что тогда в этом статусе вы уже не обязаны ничего публиковать, вы не обязаны изыскивать какого-то дополнительного финансирования, участвовать в каких-то еще проектах, и вам не нужно руководить студентами. Поэтому это такой симпатичный гамак, гамачок. И вы в нем себе можете качаться. А знаете, что мексиканцы качаться и спать очень любят. То есть ваши зарплаты могут меняться, их может менять государство. То есть вас могут понизить техника, и, собственно, ничего не изменяется. Трагедия в том, что 15-20% наших коллег непродуктивно работают. И из-за этих 15-15% мы не можем занять их места другими молодыми людьми. Мы платим деньги в системе, люди идут в суды, если с ними обошлись нечестно, и получают еще больше денег, потому что в судах существует возможность, например, подать иск, например, относительно того, почему вот такой симпатичный человек оказался вытворен из института исследователя. Есть такая вещь, как научное обновление Мексики. Там люди старше меня. Вам, наверное, трудно поверить, что такое вообще бывает. Но так вот, частью этого обновления стала идея о том, что людей старше, чем я, необходимо заместить до того, как они идут на пенсию. И тогда это обеспечивает некую последовательность, потому что есть академическая традиция, есть научная школа, научная мысль, уже много вложено в обучение оборудования. Поэтому, когда вы подходите к пенсионному возрасту, государство начинает нанимать молодежь, которая продолжит ваше дело для того, чтобы исследования продолжали идти своим путем. И мысль продолжалась. Другая тема. В случае, когда мы все, например, хотим работать с микроскопом, но уже из дома, мы получаем статус почетного профессора. Он выдается очень творческим людям, которые могут оставаться в лаборатории, но при этом не занимать там места. Они там числятся формально, работают на самом деле из дома своим микроскопом. И тогда можно нанимать молодых людей. Есть и третье, более самое затратное решение. Добыть источник финансирования, заплатить этим людям и отправить их домой с деньгами. Они всегда жалуются же, что у них денег недостаточно. Выплатить им как следует, чтобы они покинули свою должность, и нанять молодого человека. Они говорят цифры. И когда вы переходите к цифрам, вы понимаете, что количество денег настолько велико, что государство просто говорит «забыть». То есть эти вещи очень просты. Можно сказать, что любую проблему можно разрешить. Но когда вы сталкиваетесь с реальными цифрами, вы понимаете, что это очень сложно. Что сложно, когда профицита денег в науке нет, потому что профицита у нас в Мексике в науке нет. Как? Нет. И поэтому надо работать. Приходится работать иногда и по ночам. Приходится грустить о ваших собственных детях. Приходится грустить о том, что детям вашим совсем не хочется становиться учеными, потому что они не хотят жить так, как живут их родители. Они не хотят жить нашей жизнью. Они хотят по-другому. И это надо принять. Потому что если зарплаты низкие, то возникают проблемы. И проблемы возникают в том, чтобы молодежь удержать, чтобы удержать позиции. Это трудно. Все время просят все больше и больше и больше в форме отчетности разное предоставлять. И это становится на следующем каштмаром. Но с этим приходится справляться. Это просто часть правил. Вас все время подвергают оценки. Часто. Может быть, не настолько часто, как это может быть, потому что эта система не национальная. В национальном университете проходит одна оценка каждые 3-4 года по всем параметрам. Но мы, из-за того, что мы зависим от национального исследовательского совета, должны проходить эту оценку каждый раз просто потому, что нам необходимо самоорганизоваться как следует и предложить уже наконец с этой идеей покончить, чтобы нам освободить время. То есть мне, вот, например, приходится писать отчет даже по этому моему небольшому пребыванию в Москве. Вот так, как я ответила. Понятно? Ну что же, большое спасибо за ваше время, за ваше терпение. Надеюсь, что вы и остаток вечера проведете хорошо и что кошмары вас после моего выступления не посетят. Субтитры создавал DimaTorzok